всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду я регулярно готовлю супы и самым частым в нашем доме является не борщ как вы могли подумать не щи а рассольник причем наверное на один рассольник из куриных патрушков с рисом приходится два то и три рассольника из говяжьей грудинки с перловкой почему-то считал что давно уже снял такой ролик но оказалось отложено воспоминания метод просили рецепт дать я сунулся на канал думаю сейчас отправлю ссылку и все нет такого куриный с потрошками есть а вот такого на говяжьей грудинки с перловкой нет буду исправляться маленькое замечание я прекрасно знаю что очень многие из вас добавляют в рассольник обжаренные овощи мне такой вариант не по вкусу мне больше нравится чистые вкусы вареных овощей так что в отношении я пожалуй с похлебкиным соглашусь и еще момент у всех свои вкусовые пристрастия собираюсь показать а свой рецепт рассольника с добавлением продуктов которые для многих из вас покажутся в рассольнике по крайней мере необычными это грибы попробуйте это умопомрачительно вкусно и так для моего варианта понадобятся говяжья грудинка смотрите какие красивые кусочки самое вкусное мясо растет на костях и здесь эти косточки маленькие аккуратненькие так надо отправить вариться сухие белые грибы сразу залью холодной водой кроме того перловка огурцы соленые и рассол маринованные не подойдут из корнеплодов стандартный морковь картошка лук и кроме того пастернак и брюква это вынужденная замена пастернак родственник петрушки брюква родственник репы поэтому если у вас есть корень петрушки и репы используйте их к слову сказать чем более разнообразный набор корней в этом супе тем он вкуснее однозначно я еще не назвал соленые грибы когда вот такой грибок попадает в ложку он скользкий ароматный вы не удержитесь и тут же прокинете еще одну стопочку холодненько-беленькой кроме того понадобится лавровый лист чеснок кемайский он же душистый перец ну и соль ну вроде больше ничего не забыл и так мясо варится грибы замачиваются пена с бульона снимается варить надо без кипения пока подготовлю огурцы вообще с ними можно не спешить но время есть поэтому терять его не буду если вам лень то шкурку конечно можно не срезать но она грубая а все овощи в рассольнике должны иметь очень нежную консистенцию поэтому лучше шкурку срезать от этого суп выиграет в разы чтобы терять вкус я ее прокипячу в небольшом количестве воды а в получившемся соленого кислом бульоне чуть позже отворю вот эти вот замоченные сухие грибы когда у вас в одной ложке соберется сразу и солененький соплиники грибочек и вот этот сухой отваренный и огурчик без шкурки нежный такой же соплиники как вот этот грибочек но при этом на вкус все-таки другой будет это будет такой букет вкусов ароматов это будет такое чудо сушник готовьте это класс бульон варится мне уже час пора добавлять промытую перловку шкурку огуречный можно уже удалить вливаю сюда вылечь на рассол и отправляю грибы пусть варится в полчаса примерно на я пока забудь с корнеплодами бульон варится ямайский перец ну что близко завершения картошки варится еще минут 15 после чего добавлю все остальное грибы сварились можно выключать так пора окончательная сборка возвращаю мясо все остается довести до кипения проварить минут 5 и можно выправлять на вкус если у вас грибы и огурцы достаточно ядреные соли может вообще не понадобится после чего заправим чесноком и сразу садимся за стол чеснок и выключаю нагрев варить чеснок не надо и чеснока много это важно можно пробовать сочетание вкусов и ароматов сумасшедшие я знаю что кто-то предпочитает варить перловку отдельно и закладывать ее в суп потом а для того чтобы он сохранился прозрачным на мой взгляд это по меньшей мере странно все русские супы заправочные более того он и рассольники там и щи зачастую даже забеляли мукой для того чтобы загустить этот бульон какая что прозрачность это все-таки не французские с прозрачной супчики поэтому варка перловки отдельной закладкой потом идет в разрез со всей идеологии я бы сказал даже русской кухни приготовьте так это классно ну-ка зачерпнул сейчас чтобы огурчик и перловка и грибок и мят нет песка не зацеплю так ну-ка вот эту красоту мне сейчас сюда чумовое сочетание сюда бы еще сметанки нет сметанки к сожалению зелень конечно обязательно всякое разное и стопочку беленькой это вот наторви от семьи от себя но налей себе и выбей под такой супец короче готовьте это классно на этом позвольте завершить я уже буду есть объедаться этим классным супчиком напоминаю по промокоду фреска вы можете получить отличные скидки на самуру альфа и кстати raptor тоже не классная серия вышла очень приятно со скидки приобрести такие ножики спасибо за компанию всем пока